привет друзья не знаю все такое у меня все равно домашний влог я будет наверно чуть-чуть продолжение второй части по поводу того что как вот у меня все вышло с польской и с чешской визой почему я вот тут сижу потому что все-таки у меня канал лайфстайл и я как-то не хочу специально записывать какие-то ну как бы сказать темы что вот я должна сесть и что-то там мы же все на больничном и мать кожу проснулся агата еще спит вот а я села разобрать хочу ее карандаши разобрать разобрать то что нам нужно к школе подготавливаться позаниматься девочки болеет что сразу говорю извините за мой внешний вид буду как слоник в нос говорить а вот не знаю просто я сперва думала что я запишу несколько видео на тему моей визы почему все так произошло у меня был порыв я начала первую часть записывать вот ну а потом подумала что что потом я подумала что в принципе не всем это так интересно просто мне хотелось как-то объясниться и в принципе с другой стороны как бы рассказать на тему того что у всех есть свои скелеты в шкафу просто не каждый о них говорит на самом деле когда я вот только стала ну хотела чтобы у меня был канал и и на ютубе я изначально хотела записывать видео на эту тему а вот ну почему то в тот момент я не решилась и у меня так мой канал плавненько перешел в лайфстар и мне это нравится потому что я наверное не тот человек я не обладаю такой харизмы сидеть вещать говорить по поводу того что вот как должно быть как не должно быть вот я вам просто рассказала кусочек своей жизни как как у меня было это конечно очень откровенно тот кто у меня смотрел девочки мальчики спасибо огромное конечно за ваши комментарии что мы не стали как бы критиковать но я уверена что есть очень много людей которые меня посмотрели которые подумали ай 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 ничего себе что что с ней произошло на самом деле что со мной произошло я ничего такого не сделала я ну то есть я сделала по своей глупости мы пересекли границу не знаю что нужно транзитная виза потому что все время она была не нужна вот и я остановилась на той теме что потом у меня возникла другая полица другая проблема и я уже была решала другую проблему попасть по поводу нелегальности нахожу нахождения на территории ческой республики когда я ждала ответа кстати я в том видео сделал ошибку я говорила все время почему-то министерство иностранных дел не министерство иностранных дел а вместе с министерством нитро вот внутренних как бы дел вот и не буду уже углубляться в проблемы с помощью моего адвоката мы смогли доказать что я не в чем я не была виновата это не была сделана мной ошибка и это дело закрыли но дело в том что дело-то закрыли закрыли но мне все равно не дает никакого как бы сказать преимущества то есть это был кусок еще одной проблемы что мне нужно было бороться с той первой а потом еще разгребать вот эту вторую проблему конечно мой организм посыпался я после этого попала в больницу были проблемы с сердцем я лежала потом я сбеременела агатой у меня потом оказалось резиковое тихотенство но как это по-русски рискованная беременность или как ну все на фоне того не не потому что я не ликвид какой-то все на фоне нервов стресса вот я конечно не умела бороться с этой проблемой я такой человек я уже сто раз говорила и в инстаграм писала и говорила что я такой человек я человек без кожи вот я вот прям вот все вот ощущаю вот и все и все переношу на себя а еще хотел сказать что я тот человек который в принципе не умеет врать потому что у меня всегда такое возникало чувство что я всегда когда мне надо было ходить по лицу о чем-то рассказывать я это я мне так казалось что это рассказываю так искренне вот ну так как я переживаю на самом деле мне кажется что у меня было такое лицо но у меня всегда такое лицо что я даже если что-то не совершаю то мне кажется что на нем написано что у нее какой-то подвох ведь точно она там что-то наверное там совершил но не я не знаю я вот какой-то такой человек вот не умею я врать у меня не получается даже бы если бы я хотела у меня не пол не получается я вот как живу так живу вот и потом вот мы еще конечно это не сразу дело закрылось мы еще очень долго у меня уже родилась агата и мы уже с агатой туда перекочевали с матеем ходить в полицию долго она тянулась но мое дело закрыли но дело в том что я не буду долго об этом говорить возникла потом у кости проблема потому что ведь мы в стране были всегда вдвоем я и он и наши дети у нас никогда не было никаких ни нянечек ни помощи ни бабушек ни дедушек и он шел по своей визе я шла по по своей визе и когда он очередной раз ему нужно было подать апелляцию а мы как раз то время жили на на корлине кстати там и находилась полиция куда надо было ходить на все эти разборки мне мы тогда переехали чтобы быть ближе к школе матькин вот переехали из дома где мы раньше жили о чем я очень жалею это самые лучшие воспоминания сейчас будете думать у тебя мысли бегает и туда и сюда но на самом деле это мой домашний влог и я вот рассказываю так как думаю вот я не уверена что мое видео кому-то там принесет какую-то полезность и помощь просто рассказываю себе вот и было так что агата была маленькая надо было каждое утро во первых нам надо было работать во вторых нам было каждое утро возить матьку в школу а даже то что мы приехали в квартиру она находилась у нас вот посерединке как бы в центре дуна надо было еще долго ехать до школы плюс агата маленькая на руках и мне нужно было работать и мы вот так вот с детьми то кости то я то кости то я вот так вот как я смешно говорю перекидывали детей и вот как-то получилось мы просто были настолько закрутившие это вот сейчас окажется ну чего там двое детей матька первый класс надо было готовить агате уже почти был первый годик она очень такой ребенок который постоянно на руках она очень чувствительная как я и мы были конечно вот я помню этот период мы были просто выжатый как ли как лимон и вот в тот момент когда им нужно было подавать эту апелляцию не то это совпалось как-то с выходными или что-то что у него тоже произошла задержка в один или два дня его тоже ему пришел там отказ в письме ну и короче он там тоже огреб еще дополнительные проблемы и вот это все просто стало на накапливаться накручиваться вот этот клубочек стал не таким он стал уже вот таким на просто нарастать ну и представляете ведь вечно работающие вечно уставшие огромный недосып проблем кроме того что работа дети семья как нужно жить как нужно выживать в чужой стране и еще плюс бы вот такая борьба чисто психологическая очень как я говорила что я за когда звуки полицейских машин проезжали вот они просто приезжают в праге они ездят постоянно и сигналом с таким мне начинал вот так трясти колошматить от звона от звонка в дверь я не знаю почему я все время вздрагивала то есть моя нервная система уже была просто вот на на грани какой-то хотя с другой стороны вы спросите а почему вы не уехали почему вы там жили я не знаю вот ведь мы жили в чехии до того как у нас появились дети и я чехию ощущала совсем по-другому а потом когда появились дети я я уже рассказывал в своем инстаграм что я стала просто пускать корни вот просто вот глубже 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 потому что я стала понимать что чехия это та страна я не сразу это понимал то есть то что красиво прекрасно природа все это я понимал но эта страна для детей и чем вот появился мать кому садик школа агата садик и вот я просто все глубже глубже пускала корни и вот за счет может быть все таки того что эти корни запустила мне не хотелось оттуда уезжать я у меня появлялись силы бороться бороться но и сейчас я только задаю вопрос за счет чего за счет конечно своего здоровья не могла я где-то самостоятельно справиться со своими проблемами и но зато эти проблемы я все равно переживала по-другому вот не так как вот здесь потому что если бы у меня возникли те проблемы вот те проблемы которые были там ну к примеру здесь в россии мне кажется что я бы просто вообще чокнулась и вообще сошла сошла с ума а там за счет того что ты зато с другими проблемами как бы не сталкивался тебя люди воспринимали нормально в садике в школе на улице с врачами я конечно не знаю но может быть это у меня такая была жизнь но мне это все нравилось мне нравилось как люди относятся как люди разговаривают конечно были свои минусы и кстати видео на тему минусов которые я записывала плюсы чехи и минусы чехи я бы его вот сейчас например записала бы совсем по-другому то что я говорю там это все правда но я бы записала это вообще все в другом контексте потому что это видео я как раз записала в тот день когда я пришла после полиции опять после очередных вот этих разборок по несколько часов сидела там среди непонятных людей не потому что я к ним плохо отношусь но просто я считаю что надо как-то разграничивать люди которые на самом деле совершили преступления люди которые по каким-то вот идет разбирательское дело которые не сделали что-то такого плохого а подход он в принципе один тот же вот смысл избился хотела и карандаши точить с вами разговаривать чтобы успевать все делать потому что не успеваю вот и дело в том что с одной стороны я понимала как мне плохо потому что я прохожу все этапы но за счет детей видно дети мне просто помогли вообще я с ними забывалась не было ни одного дня чтобы я конечно проснулась и не мусолила эту тему в голове не расставляла все по полочкам а почему а как а что а что сделать еще вот и в голове были не только эти темы в голове были было на самом деле как выжить и как и как чтобы дети не не узнали ничего мне конечно не хотелось чтобы они чувствовали себя какими-то не такими за счет глупости и ошибки сделанные как бы родителями вот ну вот за счет видно того что была природа детям нравилось быть в садике нравилось быть в школе и они им нравилось быть на детских площадках за счет вот этой природы какой-то вот этой атмосферы вот эти проблемы как-то они не решались на самом деле они не решались это было просто чувствовалось немного по-другому как-то легче но сейчас как я делаю вывод они не решались было просто адвокаты деньги проблема раскручиваешь закручиваешь этот клубок запутываешь и просто вот ты бежишь как белка в колесе на одном и месте мне казалось что я бегу мне казалось что я этот клубочек раскручиваю потихонечку и вот 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 я уже увижу там цель вот 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 она там вот я всем докажу что я не виновата самое интересное что проблема это растянулась в 12 лет а по сути дела на уже вымазали это по-части по-русски стер ну стерли из системы сиз или по-русски это шиз уже ушло вот это пять лет на польшу но я разгребала все с чехии и там этот клубок и заворачивался и закручивался то есть он по сути дела никуда не раскручивался но мне казалось я вижу цель вижу цель не вижу препятствий ну и потом когда у кости завернули это уже его тема я рассказывать это не буду ну потому что это как бы я рассказываю то что я лично решила для себя рассказать вот и и там надо было раскручивать все и когда я уже уже уезжали мы из чехии приняли приняли для себя решение ну его просто было не принять потому что у кости нужно кости нужно было въезжать и моё мой ответ по моему решению еще не пришел мы просто решили что да мы все вместе мы семья мы уезжаем а вот что я еще хотела вам рассказать вы наверное зададите вопрос как ты решилась на рассказать это а что решилась вот я ничего такого не сделал вот произошло произошло то что произошло и сейчас вот происходит то что происходит вот ну вот такая жизнь наверно чтобы вика набралась мудрости наверно что века не только по полочкам раскладывала чтобы не только чувствовала кожи наверное 150 раз задумалась чтоб не летала в облаках поверхностно у меня же все ощущение что я вот все так девочка девочка что мне 18 20 25 и и кто-то наверное за меня решит эту эту проблему не знаю может быть это жизнью было тогда но чтобы я не пребывала доль долго в инфантилизме хотя с другой стороны я задумалась а какой инфантилизм был меня ведь за меня никто ничего не решал я ведь поступила в университет еще за полгода до того как закончила школу я ходила сама ездила на электричках зимой мороз по вечерам поздно ночью возвращалась когда это был бандитский петербург как мы говорим я сама поступала я сама все не не мне так казалось делала я сама работала еще вот эта внутренняя вот порхающая девочка наверное все таки это был инфантилизм и мне жизнь так это шандарахнула по голове и сказала давай дорогая бери все свои руки ну а как это брать свои руки я сто процентов не знала вот и вот как могла так и разгребала может быть для кого-то это будет опыт тот кто хочет переехать потому что я вообще за вот я всегда за что если чай куда-то хочет уехать переехать потому что жизнь одна и как бы сказать ничего не изменится вот что-то быстро там нужно попробовать и здесь и там и там и там а кто знает никто не знает где тебе повезет никто не знает где тебе удача придет вот ну не знаю не знаю не знаю я за то чтобы ребята вы пробовали вы ехали но но то чтобы то чтобы вам было легко ребята перепри вы перепробираете по сто раз если вы едете на работу через агентуру они есть хорошие но о них надо знать я просто никогда не работала там через агентуру не устраивалась и я знаю что они есть но если вы едете через агентуру ребят вы должны все равно иметь какой-то определенный запас финансов потому что в случае чего чтобы не попасть туда в в рабство не работать за три копейки или ваш работодатель там понимаете что то может сделать не так кстати вот про чехию не знаю вот про польшу читаю я знаю что очень много почему-то происходит там именно с работодателями например если человек хочет уйти от этого работодателя к другому а вы по визе там вот я не понимаю всю эту систему но работодатель может пойти на вас пожаловаться и вы точно также можете разгребать проблему с визой поэтому конечно вот самый подходящий вариант это если есть какие-то знакомые которые подскажут как это правильно либо просто в интернете рыскать столько информации вот пока вы не убедитесь что да вот я делаю поступай правильно потому что я совсем недавно просто зашла это не реклама какая-то я смотрела видео про польшу и как-то я зашла на сайт такой называется польский консультант и у них там вот разные темы по карте поляка по людям как работает и вот про систему всей сошлись эту и когда я начала читать вот у кого какие проблемы я просто понимала что у многих есть именно вообще мелкие проблемы они не знали там перешли на другую работу работодатель пошел на них там заявил что-то вот по каким-то вот этим мелким незнанием люди попадают вот на депортации а потом когда они хотят заново въехать и пытается открыть визу то там написано у них что как нежелательный человек нежелательное пребывание человека в этой стране ну то есть вот я тоже про себя не знаю желательно или я где но я про я конечно взволновалась потому что моя проблема она давно и я ее решала решала но просто к тому что ребят если вы собираетесь ехать конечно лучше чтобы были знакомые или какие-то друзья с кем-то надо подружиться списаться с людьми которые живут на той территории я не знаю но я верю в то что есть люди например которые бы могли помочь например если бы я сейчас была на территории чехии пройдя такой этап юридический и уже мой муж настолько знает все касаемо документов и так далее я думаю что он нам бы не было проблем например кому-то помочь объяснить или кого-то встретить или кому-то что-то посоветовать у меня опять коты там беситься вот поэтому пробуйте заранее готовить почву и тот кто хочет переехать и будьте осмотрительны вот больше по поводу себя я наверное не не буду не буду рассказывать не хочу потому что все не хочу больше в этом копаться я себе рассказала я рассказала почему мы переехали почему моей жизни так сложилось вот такие трудности и до сих пор они складываются я конечно очень сильно переживаю но как всегда говорю нас к верху хвост пистолетом мы держимся всем всем кто хочет эмигрировать все кто хочет попробовать себя пожить по-другому посмотреть на мир но и двигало когда я приехала только это у меня не было даже как сказать вот материальные как ну что-то в 21 год я поеду на заработки буду зарабатывать не у меня такого не было мне просто было все интересно а вот когда второй раз я приехала то тогда конечно мной двигала что я бы хотела чтобы меня деть дети там родились чтобы они жили там потому что мне нравится все что касаемо чехии мне нравится хоть я и говорила минусов но плюсов больше мне нравится все-таки чешская ментальность и я ей уже за 20 лет прониклась я жила осознанный возраст 20 лет в россии где меня воспитали родители где ходила в садик в школу а потом закончил университет все это было еще немного не осмысленно а вот уже вся моя жизнь которая я считаю что я выросла у меня появились друзья у меня родились там дети а вся осознанная жизнь прошла у меня там и конечно мне то что было там не ближе потому что то что здесь это мои детские воспоминания о беззаботной жизни вот но том не ближе поэтому ребята еще раз 300 раз буду говорить самое главное если вы сейчас сидите дома и у вас там нету финансов на переезд на переезд делайте что-то учите язык находите кучу информации которая которую вы считаете она вам нужна впитывайте все как губка чтобы не повторить таких ошибок которые которые допустила я и ищет и до сих пор я считаю что это просто было не до разумения а не потому что я какой-то плохой человек или я что-то сделала не так вот поэтому всем спасибо огромное за просмотр буду заниматься мамскими делами конечно видео получилось немножко сумбурное но мне не хотелось вот сидеть и говорить вот делайте вот так и делайте вот так вот со мной просто не хочу больше переживать и я то что то видео записала но мне далось тяжело и я прям начал погружаться в ту атмосферу не хочу под них не хочу погружаться у меня и так энергии сил не хватает а я хочу идти вперед особенно сейчас когда болею так просто не хватает энергии и мне хочется вот о чехии думы только хорошо вспоминать только хорошая и стремится изменить свою ситуацию и ребят не забывайте ставьте лайки или дизлайки вы мне этим помогать продвигать канал что-то я застопорилась совсем застопорилась или у меня харизмы не хватает я не знаю девочки просто прям вот какой-то ступор с вашими комментариями с вашими просмотрами моего видео даже если вам интересно мои старые видео просматривайте пишите я всегда вам очень-очень-очень рада я вас всех люблю и ценю до встречи а